Девушки отдыхают Активные пользователи госуслуг. Первый раз начинал, еще загранпаспорт заказывал, это года два или три назад, когда только появилось, поэтому все блохи там и все подводные камни, как бы знаю. В части оплаты действительно удобная вещь, но лично я, что меня останавливает, это оплата именно банковской карты. По крайней мере, это было два месяца назад, может что-то изменилось. Госуслуги требуют ввести реквизиты моей карты банковской и сохранить в личном кабинете. Я не хочу этого делать по условиям безопасности. Я хочу, чтобы просто указать реквизиты карты, чтобы они были перенаплавлены на шлюз. Я не хочу у себя сохранять номер карты и так далее. Я, может быть, не доверяю этому. Вопрос понятен. То есть вот это как замечание, если можете записать на развитие. Спасибо. Спасибо большое за приятный отзыв, потому что приятно слышать, когда люди говорят, что мы этим пользуемся, потому что мы для этого все это и делаем. Отвечая на ваш вопрос по поводу сохранения данных карты. Действительно, портал предлагает эту функцию по сохранению номера карты по умолчанию. Сохраняется это все, безусловно, в PCI DSS сертифицированном хранилище. Такой сервис предлагают многие. Но, безусловно, от этого можно отказаться, сняв соответствующую галочку. Прямо в процессе платежа. Она показывается каждый раз, независимо от того, как вы осуществляете платеж. Такая функция уже реализована. Я просто хочу в ответ сказать, что мы регулярно получаем комментарии, которые оказываются в социальных сетях пользователя по отношению к различным функциям портала. Так вот, некоторым наоборот это очень удобно. Поэтому здесь нет какого-то единого правильного решения, давать возможность сохранить или не давать. Мы решили, что пользователь сам должен выбирать. Хочет, сохраняет карту и платит, допустим, с мобильного приложения в несколько движений. Не хочет, не сохраняет и каждый раз вводит на защищенной странице PCI DSS свой номер карточки и подтверждает его в случае 3D Secure еще и одноразовым паролем или смс-кодом. Вот так. Спасибо. Можно? Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Мишалкин, НБД Банк, Нижний Новгород. У меня вопрос к Александру Васильеву. Скажите, пожалуйста, вот вы для идентификации клиента используете при самой инкассации коды и пароли, да? Все-таки слово «банковская карточка» промелькнуло, но почему вы от нее отказались? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы отказались от банковской карты, от корпоративной карты по нескольким причинам. Первая причина. Мы пытались сделать максимально простой способ идентификации, чтобы… То есть наш путь, он позволяет… Пароль генерируется в момент обращения клиента, тут же распечатывается и выдается. То есть нет необходимости выпускать карту, там логистика с картами, с заготовками. Все это как бы исключается и максимально технология упрощается. Ну и второй момент. Мы реализовали данный сервис без использования процессинга. Также как бы упростив всю эту процедуру, у нас сообщения от устройств идут напрямую в АБС-банк. Вот как бы нам не потребовалось использовать процессинг, поэтому карта здесь и не используется. Надеюсь, ответил на вопрос. Спасибо. Спасибо. Вопрос с Леваром? Владимир Баландин, компания GlobalPlat. К Александру Васильеву вопрос. Услуга, безусловно, очень интересна в данном случае. Но я вот, допустим, как пользователь, когда мне нужно, допустим, погасить часть кредита, пользователь как раз банкомата Сбербанка. Ну и каждый раз морально готовлюсь. Не только потому, что найти банкомат с пачечным купюроприемником, работающий достаточно сложно, но не только потому, что зачастую техника несовершенна и, собственно, как бы не совсем адекватно работает именно с пачкой купюр. В-третьих вопрос всегда возникающий. А что делать, если купюры заживало, банкомат встал, а, собственно, когда я предприниматель, когда я хочу синкассироваться, любой простой денежных средств, он достаточно как бы проблематичен для меня. Сколько проходит времени с момента, если такая ситуация произошла? Ну и, собственно, что делать в этом случае такому пострадавшему? На самом деле тут при работе с корпоративным клиентом у нас реализована та же самая технология установления, сколько денег было внесено, были ли там ошибки при внесении на устройствах. То есть у нас используется та же технология, что уже отработана достаточно при обслуживании физических лиц. Единственное, мы повысили требования к нашему центру сопровождения клиентских операций на рассмотрение таких обращений. То есть сейчас у нас максимально три дня уходит на рассмотрение обращений. Ну и будем как бы двигаться в сторону сокращения вот этого срока. То есть мы ставим обращение корпоративных клиентов в некий приоритет. Я думаю, что мы сможем достичь одного-двух дней на рассмотрение ситуации. Пока не так много у нас было операций. То есть в сентябре 2500, менее, я не знаю, 0,1%, может быть, процента. То есть порядка, наверное, двух-трех ошибок у нас произошло в сентябре. И они рассматриваются достаточно как бы пока оперативно у нас. Спасибо. И вот с теми вашего доклада все-таки как бы клиент, когда подходит к устройству, он вводит идентификационный номер. Мы производим, ну, производится, насколько я понимаю, идентификация клиента. А аутентификация происходит, то есть вводится пин-код какой-то? Или клиент просто ввел свой код один раз, идентифицировал себя и все? Клиент вводит шестизначный идентификационный код, идет у нас сообщение с устройства в АБС банка, где уже клиенту возвращаются реквизиты доступных счетов. То есть у него на экране высвечивается уже счет той компании, номер счета, наименование клиента, куда клиент может осуществить зачисление. То есть один код используется. Ну понятно, то есть здесь могут быть проблемы с законодательством с точки зрения суммы, я только про это хотел сказать. Ну вот мы рассматривали, то есть по законодательству не идентифицированные клиенты, не идентифицированные платежи имеют ограничение в 15 тысяч рублей, но каждый кассир, каждое лицо, которое получает этот код, он получает его при обращении в банк, при предоставлении паспорта и в ряде случаев доверенности от юридического лица, то, что клиент уполномочен. Мы проводим его идентификацию, составляем анкету на данного клиента. И когда у нас сформируется уже платеж на зачисление, на счет, у нас в назначении платежа всегда указывается фамилия, имя, отчество того кассира, который осуществил вот это внесение. Мы со службой безопасности Забербанка согласовывали вот эту процедуру, и в принципе, как бы здесь у нас противоречий с законодательством не возникает. Спасибо за вопросы. Я думаю, что в перерыве вы сможете продолжить общение с Александром, а он с удовольствием ответит. И вот последний вопрос слева. Влад Мулюков, Инвест Капиталбанк. Вопрос к господину Васильеву. Во время выступления промелькнуло, что были несколько банкоматов, в которых больше всего количество самоинкассаций произошло, 5-7. То есть чем отличаются эти банкоматы, стеновые или офисные, или расположение какое-то особенное было? И второй вопрос. Были ли такие случаи ошибок, когда клиент вводил идентификационный номер не свой? И что в этом случае происходило? Наиболее у нас такие нагруженные устройства, они были установлены в офисах по обслуживанию частных клиентов, и находились они в Сырдовской области, в достаточно таких малонаселенных пунктах. То есть эти устройства, это была единственная возможность для корпоративного клиента внести. И они используют их регулярно. То есть наши клиенты сейчас получили альтернативу не ехать в соседний населенный пункт, где мы в полной мере обслуживаем юридических лиц за 20 километров, а вносить в офисы по обслуживанию физических лиц. То есть именно по этому месторасположению, так сказать, это были наиболее востребованные устройства. Извините, можете вторую часть вопроса? Да, да, да. Инфекционный номер, он генерируется случайным образом, АБС шестизначный. И повторений не возникает. Если клиент случайным образом подберет, так сказать, другой код другого лица, он получит возможность внести денежные средства на счет. Но таких случаев у нас как бы не возникало. То есть пополнить счет какого-то другого юрлица у нас пока еще не было таких операций. Если все-таки кто-то подберет, то денежные средства будут зачислены. Если клиент напишет нам претензию, мы будем его рассматривать. И уже взаимодействие с лицом, которое получило это денежные средства, будем производить. По очереди, во-первых. Давайте вот что, завершим вопрос слева. Данточка, дай, пожалуйста, микрофон. По идее, возможности отличить невозможно будет. То есть будет чужой номер, будет зачисление. Естественно, если тот человек будет не очень честный, скажет, нет, это я за... Ну, кассиру, лицу, который вносит, так его назовем, распечатывается чек. То есть чек банкомата, где указывается номер транзакции, сумма, и там указываются реквизиты того юрлица, куда осуществляется внесение. То есть если мы получим претензию, которая будет подтверждена вот этим чеком, то есть чек будет являться подтверждением. Также мы при необходимости, в принципе, сможем поднять видеозапись, если это потребуется. То есть кто вносил? Тут буквально еще, две секунды. Только последний вопрос, ребята. Тут вопрос-то встает о раскрытии информации. То есть если я методом перебора или случайно, ошибся я, не ту цифру нажал, введу чужой код, то я увижу счета чужого какого-то юрлица. То есть вопрос вот в этом, скорее всего, в раскрытии информации, в том, что я могу увидеть того, что мне видеть там не положено, а не то, что я деньги там перечислять буду. Вы увидите номер счета двадцатизначный и наименование юридического лица. Но большинство компаний такую информацию размещают у себя на сайте и не считают ее секретной. То есть это только публичная информация, никаких там данных внутренних нет, остаток на счете и прочие вещи? Нет, нет. То есть здесь информация, которая необходима только для определения, что именно то юридическое лицо получится. средство. Спасибо. Ну вот, еле удается остановить вопросы. Спасибо всем спикерам. Сейчас мы их от вашего имени поздравим, выручим дипломы, ну а остальных ждет перерыв и осмотр выставки. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok